Ребята, мы сегодня с вами говорим на тему денег. На тему денег. У нас уже эфир пошел в разные точки сайтов, потому что каждый понедельник в 8 утра я провожу доброе утро интернет. И так как мы начали использовать перископ очень часто, будем вести эфиры через перископ. Так, ну что, я знаю, почему вы зашли, потому что вам интересна тема денег. И если вы досмотрите это видео до конца, в конце я вам прочитаю свой новый сингл рэп по поводу того, что меня интересует и что меня не интересует, особенно вас. Итак, знаете, больше всего, что меня поражает в людях, это то, что люди, которые не имеют денег по этому поводу, не знают, что делать. Очень странная ситуация по поводу людей, у которых нет денег. Вообще, мне кажется, что сейчас в современном мире с интернетом можно зарабатывать очень большие деньги. Если у тебя нет денег, и ты рассказываешь... Или вот, например, есть люди, которые говорят, вот я хочу развивать интернет-бизнес, или я хочу развивать нетворк-маркетинг, или я хочу что-то найти, но я... У меня нет денег первоначальных, чтобы даже сделать сайт на 100 долларов. Сегодня есть отличная функция, которая называется фрилансер. Фрилансер сегодня может заниматься всем чем угодно и зарабатывать, блин, до 50 долларов, до 100 долларов в день на то, что он будет, не знаю, переводить аудио в текст, быть где-то там суппортом или еще что-то. Ну, реально можно найти, даже суппортить, ну, разные компании, разных людей, зарабатывать вполне престижную зарплату, которую сравнимо, например, я не знаю, сравнимо, там, не знаю, какого-то менеджера по продажам. Реально можно зарабатывать 500-700 долларов в месяц. Это может быть не для Москвы, конечно, но тем не менее, там, но для обычного города это вполне нормально. Поэтому, если человек не может сейчас найти себе возможность зарабатывать деньги, ищи, потому что первый пункт это можно найти даже не выходя из дома, особенно для тех людей, которые там мамочки с детьми и начинают паниковать. Ищите возможность. Фрилансер, это, наверное, одна из самых популярных возможностей, которые можно применить сегодня. Второе. Вам нужен ментор, реально. Нужно заменить мозги. Нужно заменить мозги. Я вам сейчас немножко позже расскажу о том, вообще, насколько важно, то есть, что деньги любят, я вам расскажу, да, и насколько важно заменить мозги сегодня. Потому что, если вы сегодня не зарабатываете деньги, то у вас проблема в мозгах. Вот здесь вот, вот здесь вот. Потому что сегодня, на самом деле, настолько легко зарабатывать деньги, даже в это непростое время. Привет. И сегодня очень много менторов, которые готовы вас обучать. Люди до сих пор думают, миф, знаете, для меня ментор это тот, который сидит где-то в горах, я к нему приеду, присяду рядышком на камень и задам ему вопрос, а он чипнет бороду и даст мне совет, и я поеду там заниматься своими делами и стану мега успешным. Ребята, так не бывает. Ментор это сегодня, есть такая профессия сегодня. Коучи, тренеры, я не знаю, Тимур Тажетинов, Андрей Парабелло, Мазамат Ушанов. Это люди, которые сегодня выкладывают много бесплатного контента. Я утверждаю, что этот бесплатный контент, и таких людей сегодня много. Кстати, эти люди, и я в том числе, за один день изучают настолько много информации, что, возможно, вы даже не изучаете за месяц столько. И у каждого такого ментора есть платные продукты. Это, конечно, идеальная форма для того, чтобы куда-то зарегистрироваться, там, в какую-то программу к ним и пройти коучинг. Но если у вас нет денег, то вы можете использовать бесплатные продукты. Я уверен, что абсолютно каждого коуча, и даже у меня, настолько много информации, что в сумме можно заработать 10 тысяч долларов, просто используя мою бесплатную информацию. А потом уже купить какую-то платную программу, чтобы выйти на ежемесячный доход в 10 тысяч долларов. Поэтому совет номер два. Найдите себе ментора, а лучше их несколько. У них много бесплатной информации. Изучайте все, внедряйте, получайте результаты. Потом переходите в платные программы, проходите коучинги. Я в четырех программах коучинговых обучаюсь. Мне некоторые пишут, Артем, стоит ли идти в академию высокооплаченных спикеров, потому что я сейчас еду на двухдневный семинар, где меня будут обучать. Я обещал без матов сегодня утренний эфир, поэтому я просто промолчу. Обучайте, напрягайте свои мозги как можно больше, чтобы вы могли получить отличный результат, вам нужно напрягать мозги. Это тоже мышца, ее нужно тренировать. Дальше, третий момент, самый интересный, то, что мне очень нравится. Создавайте свой уникальный продукт. В чем вы эксперт? Найдите свою уникальность, найдите свою вот эту экспертность, в чем вы уникальны и какую пользу вы можете приносить другим людям за деньги. Так как я в кофейне, я позволю себе глоток кофе сделать. Кофе вредно или полезно? Иногда я думаю, что оно вредно, но когда утром просыпаешься, как хочешь за кофе? Короче говоря, найдите свою нишу в экспертности, в которой вы сможете продвинуть ее на рынок, но в ней должны быть деньги, в ней должен быть спрос и вы в ней должны стать лучшей. Если вы станете лучшей, то это не простой процесс, это не за один день, это не за неделю, это не за месяц, это не за полгода. Это делается годами. И лучшим вы сами почувствуете, когда будете лучшим. Главное, что в кофе, вот тут пишут вредно, полезно, в кофе главное, что два калория. Вот это для меня самое главное. Вы знаете, у меня раньше были очень сложные отношения с деньгами и с женщинами. Меня все женщины бросали. Но с женщинами как-то договорились чуть раньше, а потом и с деньгами договорились. На самом деле деньги, они имеют как хорошую энергию, так и плохую энергию. Вы замечали, что люди, которые угнетенные и бедные, они ненавидят деньги. Они считают деньги зло, они считают, что деньги можно только наворовать. Большие деньги не заработать, честным трудом. Классный Олег, нет вредных веществ, есть вредное количество. Это сказал Менделеев. Менделеев сказал, что нет вредных веществ, есть вредные дозировки. Так вот, когда у меня не было денег, я не любил деньги. Когда деньги появились, я их полюбил. И деньги на самом деле, знаете, что любят деньги? Вот вы скажите мне, как вы думаете, что любят деньги? Что любят деньги? Вопрос к вам. Вы задавали себе такой вопрос когда-нибудь? Что любят деньги? Я задал себе вопрос вчера такой, и ответил на него. Деньги любят тех людей, которые стремятся к богатству. Деньги любят там, где их будет много. Они любят одиночество. То есть, мало денег, им плохо, когда мало денег. Они хотят приходить к тем людям, которые стремятся к богатству. Вот это инсайт сегодняшнего дня, понедельника. У меня смс пришло какое-то. Наконец-то приехала моя резина на мой новый корвет. Ура! Дальше. Они обожают, когда вы можете зарабатывать сразу большую круглую сумму денег. Когда вы зарабатываете не 500 долларов, а когда вы можете заработать сразу, например, 50 тысяч долларов. Они обожают таких людей. Они идут к таким деньгам. Потому что к таким людям и суммируются к таким деньгам. Правда, чтобы они подтверждают то, что я говорю. И ваши отношения. Вот честно, можете сейчас написать мне, насколько вы относитесь, как вы вообще относитесь к деньгам. Положительно или отрицательно? Если честно. Потому что люди разные смотрят. Я знаю, есть люди состоятельные, которые смотрят это видео. Есть люди, которые только стали на путь состояния, они находятся на стартовой линии. Ваши отношения к деньгам хорошие или плохие? Потому что деньги, они могут сделать вас счастливыми, но они также могут принести вам смерть. Потому что деньги могут увеличить ваши... Вы знаете, что если бы вам сейчас... То есть деньги вообще это индикатор вашего успеха, то есть вашего результата. Потому что если у вас куча вредных привычек, например, вы слабы к алкоголю или еще каким-то там токсичным веществам, наркотикам, если вам дать сейчас миллион долларов, вы просто себя убьете. И это тоже энергия. И она может быть как плохая, так и хорошая. И важно понимать, насколько вы готовы воспользоваться этой энергией. Дальше. Деньги любят, когда они приносят ценность, обмен ценностей на деньги. То есть когда вы что-то делаете полезное, не разрушающее, а созидательное, тогда деньги идут к вам намного быстрее. Вот. Куда без них, пока живу. Вот если бы вы смогли реальные цифры, сколько бы вы хотели заработать за ближайшие 4 месяца, до конца нового года, до конца этого года, до встречи следующего нового года, сколько бы вы хотели бы заработать денег? Сколько бы было, если бы у вас было состояние, скажем так, нормалек, вот я молодец, вот я с сентября по Новый год заработал столько-то денег. Какая бы эта сумма была, напишите, пожалуйста, пофантазируйте сейчас. Только не надо мне писать миллиарды, а то там Абрамович перевернется в джакузи. 10 тысяч долларов, 800 тысяч рублей, 20 тысяч, 15 тысяч, десяточка, 20, 10 евро, отлично, 100 тысяч евро, 80, пару миллионов, чего, Ольга? Так, миллион, так, хорошо. А я так, вы как определяете, вот так? 20 тысяч, напишу 20 тысяч. Да, здорово. Короче, хочу вам прочитать один небольшой свой инсайт вчерашнего дня. Буду читать, не буду смотреть на вас, но вы будете смотреть на меня. Вот так вот я сижу. Кстати, а вы узнали, где я нахожусь? По локации видно, где я нахожусь или нет? Кто-то узнает из Киевляна, где по утрам мало людей, это только один нестерянка утром просыпается, все с утра злые просыпаются, потому что ложатся в час ночи. И всех лиц вот такие, когда просыпаются. А я вот так просыпаюсь. Итак, мой небольшой стих, который совершенно не в рифму, совершенно не в рифму. Мне интерес... Мне не интересны твои ограничивающие убеждения, мне интересно, как ты живешь без ограничений. Мне не интересны твои слабости, но мне интересно, в чем ты силен. Мне интересны мне также твои недостатки, но мне интересны твои достоинства. Мне интересно мне, насколько ты сомневающийся, но мне интересно твое величие. Прекрати жалеть себя за прошлое, искать причину, почему ты недостаточно успешен. Пришло время подняться наверх и избавиться от всех сомнений и страхов. Пришло твое время сделать свою жизнь значимой, прекрасной и счастливой. Ну как он? Сам написал. Вот так вот, ребята. Так что к теме денег. Если у вас нет денег, воспользуйтесь фрилансом и начните зарабатывать деньги. Еще раз, подведем наши результаты наших сегодняшних общений. Классная селфи-палка у меня. Скоро, кстати, будет в эфир выходить. Я буду транслировать всю свою жизнь. Я открываю свой новый YouTube-канал, где буду показывать о том, как проходит моя жизнь. С кем я встречаюсь, куда я езжу, что я посещаю, где я бываю, куда летаю и так далее. И будет очень много интересных, полезных видео. Которые не будут связаны с бизнесом, а будут связаны с моей личной жизнью. Поэтому буду вам ее показывать. Найдите себе менторов. Пункт номер два. Пункт номер два, который я хотел вам показать. Там найти себе ментора. Пункт номер три. Понять, в чем вы, эксперт. И начать продвигать эту тему. Познакомиться с лучшим из лучших в этой теме. Дальше. Понимать, что деньги любят к тем, кто стремится к богатству. И вообще осознайте, то, что вы сегодня делаете, оно принесет ли вам большие деньги в будущем. Есть ли вообще там перспектива, если копнуть глубже, если быть вот откровенным. Потому что иногда люди присылают мне разные отзывы, вопросы. И то, чем они занимаются, лично я в этом не вижу большие деньги. Но это мое субъективное мнение. Но я вижу, как человек горит. И, возможно, для него это будет очень хороший, полезный опыт. Хороший, полезный опыт в том, чтобы он заработал этот опыт и монетизировал. Понимаете? Ну что, давайте, наверное, будем заканчивать наш эфир сегодняшний. Он получился не такой уж длинный, как в прошлый раз. Все, ребята, вам хорошая неделя. Помните, что результат недели определяете вы. Она может быть скучной и слабой, а может быть продуктивной и прибыльной. Решать только вам. С вами был Артем Нестеренко, основатель Академии Высокоплаченных Спикеров и основатель чемпионата мира по эффективности, который начинается 24 сентября. Всем пока и хорошего вам понедельника. До свидания.